Художник Воробей Художник Воробей Хозяин этого бутерброда Или вот этот вот малыш Ну что, давайте приступим к рисованию нашего малыша Они, кстати, бывают, посмотрите Они бывают очень даже солидные эти воробушки Вот особенно когда идешь, вот уже в холодное время года Они просто как шарики, как серые пушистые шарики С оттенком охры Они сидят на веточках и радостно обо всем чирикают Мне кажется, они все время в хорошем расположении духа Чего я и всем желаю Ладно, давайте приступим Мы будем рисовать вот такого простого воробушка И будем рисовать акриловыми красками Смотрите, что у меня по вообще палитре У меня очень ограниченная палитра акриловых красок И если вы будете рисовать гуашью То вам будет гораздо легче Потому что в гуаше присутствует охра У меня охры нет И я буду эту охру добывать вот из тех красок Какие у меня в наличии Открывайте свою палитру Открывайте все коричневые А у меня единственный коричневый Это умбра жженая Но я добавила два желтых Красный на всякий случай Черный, синий, зеленый И у меня белила титановая Ну что, приступим к работе Так, сразу сделаем набросок Я буду набросок делать той коричневой краской Какая у меня есть А вы можете охрой сделать Или просто любым тоже коричневым цветом Всегда начинайте с построения И определите Из каких геометрических элементов Состоит то существо Тот предмет Какой вы рисуете Ну в данном случае Это овальчик И какая-то вот будет у нас Или кружочек Или полукружочек Так, смотрите Что я намечаю Я намечаю вот таким образом Геометрическими линиями Очень просто Я намечаю Тело У птички пойдет У нашего воробушка Пойдет крылышко И вот здесь вот я возможно Его сделаю потолще И мне хочется придать ему значительности По этому грудку Поэтому грудку я сделаю Наверное И по Посерьезнее Вот так вот я это все сделаю Так Вот Давайте сейчас будем Веточки Все вот эти вот антуражные вещи Как всегда мы откладываем на потом Сейчас я немножечко разложу По цвету птичку И сделаю вокруг нее фон Птичка Давайте еще раз посмотрим Какая это птичка А эта птичка В основном Сероохристая Поэтому нам и охра И серый Будут необходимы Давайте Что у меня вообще Как я эту охру получу Вот этот коричневый Какой у меня есть Я смешаю с желтым Так Вот придам Охра Это такая теплая Теплая коричневая краска Вот сюда в этот замес Я добавлю наверное белый Сейчас посмотрим Ну да Что-то такое вот Охристое получается Даже немножечко еще Капельку сделаем Коричневатого сюда Ну вот что-то типа охры У меня имеется И крылышки Крылышки Сразу сделаем Охристые А грудка Будет охра серым Поэтому мне нужно Сделать еще Замес Серого Ну как получить серый Мы все знаем Давайте вот сюда Сделаем Вот так вот Серый И выведем Грудку Серым Цветом Кисточками Я пишу Скошенными Ими очень удобно Писать Смотрите Здесь без Подмалевка Не обойтись Потому что Птичка Ну казалось бы Казалось бы Она вот такая Серая Никакая Эта птичка Однако И когда вы Приглядитесь К воробью Вы увидите Какое богатство Серо-коричневых Оттенков В его Оперение Конечно Мы нарисуем Мальчик Воробья Они более яркие Чем девочки Более нарядные Это понятно Все самцы В природе Более яркие Нарядные А девчонки Так себе На задворках И смотрите Давайте Выведем Прям чисто Вот чисто Коричневым Какое у меня Тут имеется Я выведу Хвостик Хвостик Он немножечко Расширяется Книзу И края Края крылышек Я тоже сделаю Более Темно-коричневыми Вот так вот У него Посмотрите Вот здесь Вот На голове У него Шапочка Она может быть Серо-коричневая Она может быть Коричневая Так что Делайте Любую шапочку Вот я Ну я сделаю Вот коричневой Такая шапочка У меня будет Честно говоря Не очень Мне нравится Добавим Немножечко Серенького Вот так Вот я сделаю А его щечки Его щечки Мы сделаем Прям светло-светло Охристые Так Тот замесик Какой есть Прям светло-охристые Сделаю щечки Потом добавим То что нам нужно Прям здесь можно Подсмешивать Вот эти вот краски Получится хорошо И сейчас Тоненькой кисточкой Давайте выведем Ему клювик Тоже вот Охры можно выводить Можно немножко Добавить Охру Коричневатого У них клювики Небольшие Просто вот Небольшие клювики Но достаточно Такие Плотненькие То есть Это будет Маленькая Морковка Вот такая вот Маленькая морковка И Мне нужно Нарисовать Ромбик Я этот ромбик И прорисовываю Вот так вот Сразу можете Глазик посадить Чтоб птичка На вас смотрела Это Прям черное пятнышко Посадите Так Вот Начало нашей птички Есть Давайте Сделаем Какой-то Антураж Вокруг птички Ну что вы хотите Хотите голубой Хотите Там Зеленоватый В какое пространство Вы хотите Свою птичку Посадить Такой антураж И делайте У меня есть Зеленый Веридоновый Я думаю Что вот у меня Где-то там Листики мелькнут Зеленовато-желтые Ну Может быть Осенние Какие-то вещи Я вот так вот Сделаю Смотрите Я делаю Вот такой вот Замес Веридона С желтым И сюда В этот замес Я немножечко Добавлю коричневого Вот Так Чтобы вот этот Вот зеленый Сочетался С воробьем В нашей работе Главный цвет Будет коричневый Да Значит Он является Материнским цветом И для того Чтобы вся работа Смотрелась гармонично Вот этот коричневый Вы можете Фактически Добавлять В любые цвета Которые Вы будете брать Ну и сейчас Давайте Что-то Вот Да Такой вот Хороший осенний Поиграем Вот этими Зелеными цветами И Введем Их В свою работу Я у себя А вы у себя Вот смотрите Такой антуражик Я сделала И решила Что у меня Какой-то будет Осенний кустик Возможно И на нем Будет сидеть Мой малыш Теперь давайте Сделаем Прорисовку Дело в том Что грудка У него Не просто Серый Как мы С вами Сделали А серо-охристый И нам Сейчас Нужно Будет Добавить Какие-то Перья Еще сюда Потому что Он у нас Пока с вами Гладенький Получился А эта птичка Все-таки Имеет Оперение И когда он Распушается То вот Он просто Как меховой Такой пушистый Шарик Давайте Сейчас Попробуем Это сделать Так У меня Закончился Такой Вот мой Охристый Я еще раз Его делаю Так Коричневый И желтый И сюда же Я добавляю Белого Вот такая Вот будет У меня Охра Можно даже Знаете Вот немножечко Красненького Добавить Ну так вот Чуть-чуть Можно не добавлять Сейчас смотрю Замес фактически Не изменился А много красного Добавлять не хочется Давайте Мы сейчас Вот просто Уже будем Эту птичку Проработывать Прорисовывать При этом Нам с вами Нужно И вывести Его Видите Я вот такими Мазочками Делаю Вот Как бы Пёрышки Его Да При этом Не нужно Закрывать Предыдущий Серый слой Если вы Пишите Акрилом И этот Предыдущий Слой У вас Ну Закрылся Еще раз Сюда Его Нанесите То есть Еще раз Получите Серый цвет И серым цветом Добавьте Вот в эту Охру Добавьте Пёрышек Сереньких Так Вот так Вот мы Сделаем Грудка Более Будет Светлая Да Она На свету Поэтому Вот сюда Сделайте На животик Вот здесь Вот на животик Я сделаю Чуть-чуть Посветлее Так Чтобы птичка Была Не просто Вот по цвету Да Хороша Но так Чтобы у нее Еще и Объем Был То есть Вот эта Часть Грудки Будет Более Светленькая А нижняя Часть Грудки Будет Потемнее Здесь Идет Тень И вот Тень Ваш Охристый Замес У вас Смотрите Как должно Быть У вас Должен быть Темно-серый Светло-серый У вас Должен быть Темно-охристый И светло-охристый Но это Достаточно Легко Получить То есть Вы Добавляете В охру Чуть побольше Коричневого Или чуть побольше Там Беленького С желтеньким Да И вот так Вот мы Выводим Вот эту Вот Грудку Ну вот Смотрите Под крылышками Будет Тень Поэтому Сюда Нужно Навести Тень Но Концы Крыльев У него Достаточно Такие Темные Значит Мы Сделаем Такой Вот Ход Конем Мы Возьмем И Смешаем Красный И черный Прямо Здесь Смешаю Вот так Вот Получим Такой Очень Красивый Коричневый Просто Очень Один из моих Любимых Коричневых Так И смотрите Что я сделаю Я под крылышками Сделаю Вот этим Темно-коричневым Кисточку Вообще Уже Тоненькую Взяла Прямо Капельку Проведу Под крылышками В таком В таком случае Край Крылышка Я Выведу Более Светлым Цветом Светло-коричневый Я могу Получить Если Вот в этот Красно-коричневый Я добавлю Белого Смотрите Получается Вот Очень Красивый Красно-коричневый Цвет И этим Красно-коричневым Цветом Края Крылышек Я вот так Вот Обработаю В общем Я сейчас Вывожу Честно говоря Свою Собственную Породу Воробья Так как Красок У меня Очень-очень Мало Акриловых И вот так Вот я Вывожу Смотрите Его спинка У нас Такая Останется Светленькой Светло-охристой Ее нужно Освежить Я сейчас Ее просто-напросто Освежу Когда Вы получаете Различные Замесы Коричневого То Смотрите Не стремитесь К тому Чтобы у вас Был предыдущий Охристый Чтобы получить Точно такой же Замес Нет Вы получаете Различные Оттенки Охры Различные Оттенки Коричневого И все Это Вы Вкладываете В свою Птичку Все Это будет Очень-очень Хорошо Теперь Вот здесь Чуть-чуть Я освежила Спинку Его И смотрите У него Есть Щечка Беленькая И я Прям вот Ну он у меня Не чисто белый А какой-то белый Такой желтоватый И я Эту щечку И в воробушке И выведу И эта щечка У него Спускается Ну вернее Не щечка Спускается А вот такой вот Беленький Он идет Маленьким Воротничком Вот сюда Вот И капельку Спускается Вот сюда Вот сюда Так А здесь Остается Галстук У него Просто Темно-коричневый Галстук У меня Темно-коричневый Слава Богу Есть Так И я Вот этот Вот галстучек Темно-коричневенький Ему И вывожу Но Понятно Он не должен Быть Вот такой Вот Блямбочкой Он должен Плавно Войти Вот в этот Вот Замес Светлого И Пока Ничего не высохло Я еще раз Прохожусь Прям С Светлым Замесом Сюда Ну вот так Вот получается Смотрите Так Очень хорошо Верхняя часть Его Головы Будет Посветлее Она может Быть Светло-серая Вот в этот Коричневую Шапочку Которую Я ввела Я могу Ввести Светло-серенький В таком случае Смотрите Этот И вот прям Тоненькой кисточкой Я поглаживаю Чтобы вот Образовались У меня Пёрышки В таком случае Я смотрю Спорит Мой тон Вот этой Верхней части Головки Верхней части Его шапочки С небом И я На будущее Себе решаю Что я небо Сделаю Чуть-чуть Вот потемнее Или Если вы хотите Небо такое же Оставить Сделайте Потемнее Шапочку Здесь Два варианта Вы можете Рисовать По референсу Выбрать Референс Какой-то И по нему Рисовать Ну Я вам Просто Вот Рассказываю Что называется Сюжетную линию У него От глазика Идет Такой Темно-коричневый Такое вот Красивое Пятнышко Темно-коричневое Сюда Мне хочется Все-таки Еще чуть-чуть Капельку Коричневого Добавить Я прям Тонюсенькой Кисточкой Показываю Вот эти Его перья А в этот Коричневый Который Я взяла Основной Я добавлю Еще Смесь Черного И красного Мне хочется Богатство Его Оттенка Вот этого Коричневого Показать Теперь Смотрите Пока Вот на этом Остановимся Если Глазик У вас Устраивает То Все Нормальненько Давайте Сейчас Глазик Я сделаю С бликом Я еще раз Его освежу Сделаю Более ярко Черным И сделаю Блик В глазике Ак Смотрите Какой Шустрик Получается И Теперь Давайте Вот Разберемся С его Крылышками Потому что Крылышки Имеют Вот такое Вот Посмотрите Да Вот такое Вот Богатство Оперения Богатство Коричневых Оттенков И Сейчас Мы Это Сделаем Мы Оставим И Эту Охру Светлую И Вот Этот Красно Коричневый А Просто Добавим Чистого Коричневого Цвета Я Еще раз Его Буду Добавлять Вот Здесь Вот Идет Вот так Вот У него Смотрите Просто Вот Перышки Показываю Вот Вот Такие Направляющие Идут Так И Вот Капельку Сюда А Здесь У него Знаете Просто Вот Такие Полосочки Темно Коричневого Цвета То есть Смело Берите И Вот Эти Полосочки Запускайте Он Иногда Мне Вот Это Оперение Знаете На что Похоже На бурундучка Вот Бурундучки Бывают Такие Очень Полосатенькие Очень Хорошенькие Вот Ну Еще раз Если у вас Есть Какой-то Замес Немножечко Чтобы Это все Вошло Более Органично В этот Темно Коричневый Еще Прогладьте Это Все Коричневатыми Оттенками Прям Вот Неровненькие Такие Запустите Вот Так Вот Хорошо Смотрите Такой У нас Воробьишка Получается У него На щечке Вот Здесь Имеется Пятнышко Коричневое Я его Аккуратненько Это пятнышко И введу Просто Вот так Вот Поглажу Тоненькой Кисточкой Так Хорошо Что с Клювиком Клювик Вот Смотрите Вот здесь Вот у него Галстучек Темный Рядом с темным Должно Промелькнуть Светлое Чтобы Клювик Выделился И верхняя Часть Клювика Мы тоже Сделаем Капельку Посветлее А нижнюю часть Клювика Потемнее Давайте Сделаем Клювик Плотный И блестящий Можно сделать Знаете Прям светлый Светлый Такой Вот Блик На клювике Глазик У него Тоже Может быть Обведен Беленьким Хотите Обводите Хотите Не Обводите Я Вот У меня Есть Тоненькая Кисточка Я Обведу Края Вот этих Полосочек Которые Мы Вывели С вами Таким Темно-коричневым Цветом Там Идет Смотрите Такая Вот Каемочка Прям Светлая Каемочка Возьмите И Каким Светлой Светлой Охрестом Вот Эту Каем Сделайте Так Там Где У нас Что-то Не Выделяется У него Знаете И Какие-то Такие Вот Особенно Под хвостиком Более Светлые Есть Места Более Светло-коричневые Охресты Да То есть Я запускаю Если я Переборщила Я еще раз Это все Введу То есть Я уже Так вот Художественно Честно говоря Я даже Не придерживаюсь Референса Я просто Вот Художественно Делаю Своего Воробушка Так Как Мне Нравится И На первых Порах Я и вам Советую Это сделать Не ковыряться В его Ни в коем Случае Не ковыряйтесь В его Окраски Вы запутаетесь Берите Все общими Массами И небольшой Прорисовкой Этого Вам будет Вполне Вполне Достаточно Так И какой-то Вот Еще раз Делаю Более Темно Серенький И Вот здесь Я покажу Прям Перышки Более Темно Серые Так А посветлее Перья Я Введу Вот сюда Рядом С Тенью От Крылышка Тогда Это будет Смотреться Все Очень Хорошо Прям Несколько Мазочков Беленьких Сделайте Знаете Там пух Выбивается Вот Выбивается Пух Друзья Я прошу прощения Настройка Моей камеры Сбилась И то Что я Показывала Вот Антураж Антуражик Дорисовать У меня Вот Кусок ролика Пропал Но Я думаю Что каждый Из вас Дорисует Антураж Самостоятельно Я его дорисовывала Кисточкой Лайнером Какие-то Акценты Сделала На более Вот такую Осеннюю пору И посмотрите Пожалуйста Вот на пальцах Вам буду Рассказывать Смотрите Для того Чтобы выделить Светлую грудку Воробья Я взяла И запустила Такой Вот Темно-осенне-зеленый Вокруг Вот этой Грудки И вокруг Животика Воробья И воробушек Мой Сразу Стал Выделяться На фоне Моей работы Ну и Ножки Сделайте Тоже Охра Охра С коричневым Делайте Ножки Какие-то Ягодки Они здесь Смотрятся Очень органично Знаете Почему я их вела Я в принципе Изначально Не хотела Делать Никаких ягодок Просто я чистила Палитру Вот всегда Подчищайте Палитру Чтобы у вас Красочек Не осталось У меня оставался Красный Потому что Я его использовала Очень мало Но честно Говорю мне всегда Жалко красок И я всегда Чищу Палитру И чищу Ее Поосновательно Если вот сейчас Посмотреть У меня тут Вообще Ни один Замес Уже не работает И я добавила Ягодок Еще более Желтых Листиков Прописала Небольшие Вот здесь Не нужны Сильная прорисовка Потому что Главное В нашей работе Воробушек А воробушек У нас Задался Ну какие-то Акценты Желтые Осенние Я расставила Ну еще раз Прошу прощения От меня Это все Техника Не всегда Выдерживает Накала страстей Желаю вам Хорошего творчества Пишите Воробушек Да Правильно я сказала В общем Пишите Воробьишек Берите Референс Срисовывайте Откуда-нибудь Поверьте Это Самые Самые Милые Птахи Какие могут быть Ну это для меня По крайней мере Я также люблю Синичек И всех остальных Малышей Птичек Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...